Особенно, понимаете, ну почему мне, скажем, это, наверное, очень дурно, почему мне, скажем, так скучно читать прозву Васякина. А при том, что Васякина тоже вроде бы талантливый поэт, скучно потому, что изобразительный потенциал этой прозы, он очень невелик. Если, в конце концов, Достоевский в записках «Из мертвого дома» тоже описывает свой опыт, то же местами эта книга скучна, как тюрьма, но все-таки это концентрированное страдание и невероятное количество потрясающих историй. И многие не читают сегодня записки «Из мертвого дома», предпочитая все кромазом. Без одного другой непонятно. «Толстой считал главные вершины Достоевского записки «Из мертвого дома». Почему? Потому что там Достоевский на пике, в расцвете своих писательских возможностей. Гармоничная, сбалансированная книга, темп выдержан идеально. Нет, она очень сильная, очень мощная. И вступление в нее, рамочная конструкция, великолепная. То есть, возвращаясь к проблеме автофикшена, если он не преображен огромной долей авторского вмешательства, фэнтезийного, фантастического, я боюсь, что это протокол. Я бы не стал настаивать на том, что автофикшен – это такое настоящее литература, что это самая модная мода. Я думаю, что автофикшен – это все-таки скорее тупик на одном из путей литературы. Субтитры создавал DimaTorzok